Мур, привет друзья, с вами Зверько, а с рубрикой ML-факты мне помогает Мари, очаровательный редактор официальной группы. В опросе победил предмет, говорящий с ветром. Кстати, непонятные предметы заканчиваются, скоро пойдут видео по понятным, чтобы охватить все вопросы. Итак, за небольшую сумму в 1870 золота получим плюс 40 процентов скорости атаки, плюс 20 скорость передвижения и плюс 10 процентов шанс крита. Первую пассивку сократим в описании. При атаке врага с руки мы запускаем ветерок в него и еще двух ближайших противников. Ветерок вылетает через каждые 3 с половиной секунды, являя собой магический урон, на который воздействуют криты. Чтобы ветерок вылетал чаще, нам нужно повышать шанс крита, а чтобы повышался урон, скорость атаки. И маленький бонус, после каждого ветерка мы получаем ускорение бега на 5 процентов длиной в одну секунду. Посмотрим на это в цифрах. Налойли тапки на скорость бега и говорящий. Урона с говорящего вылетает 81 единица, примерно через каждые три с половиной секунды. Но частота еще зависит и от скорострельности героя. В минуту это будет 1377. Но кроме АФК никого выдолбить целую минуту не сможете. Что же, давайте разгоним этот предмет по показателям, закупившись фантомами под завязку. Теперь на лейле. Один говорящий с ветром, тапок на бег и 4 фантома. Что составляет скорость атаки 2,07 и шанс на крит в 111 процентов. Начинаем атаковать хилоса. Теперь говорящий срабатывает примерно через полторы секунды. Но наносит лишь 95 урона. Почему? Потому что на хилосе взято 2 предмета антимагии. Хорошо. Побьем лорда. 152 за срабатывание. По крипам без магической защиты мы сносим 200 урона за срабатывание. Честно признаюсь, особой пользы в говорящем с ветром не вижу. Шанс крита низок, урон маленький, а скорость движения я бы добрал косой горозии, например. Как вы считаете, кому подойдет этот предмет? Пишите в комментариях. А скоро будет разбор леса, не пропустите. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok